Что вы подумаете, глядя на этих дворников? Из какой они страны? Сможете определить? Узбекистан, Таджикистан, может быть Киргизия? Они приехали или остались в России после распада Союза? За два года, что мы снимаем человека на карте, мы объездили почти всю страну и поняли, что трудовые мигранты в жизни российских городов и сел занимают незаметное, но очень важное место. Правда, про этих людей мы практически ничего не знаем, хотя и живем бок о бок. Что заставляет их уезжать из дома сюда в Россию? Как устроен их быт? В общем, мы решили это исправить. Теперь пару раз в месяц мы будем рассказывать вам про выходцев из стран бывшего СССР, которые сейчас ездят на заработки в Россию. И начнем с Узбекистана. Тем более, что в сентябре стало известно. За полгода узбекские мигранты отправили на родину своим семьям 2 миллиарда долларов. Они лидеры по переводам из всех стран СНГ. Герой этой серии, как вы догадались, дворник. Точнее, бригадир команды дворников. В родном селе в Узбекистане он известен как Энни Джон. В России его зовут Коля. Ну, так удобно. Сейчас он работает вместе со своим старшим сыном, который приехал к нему из Узбекистана всего пару месяцев назад. Это окраина Екатеринбурга, новый спальный район. Порядок в его нескольких дворах обеспечивает бригада Коли. Здесь же, в одном из подшефных им домов, они живут. Те, кто с ним работают, либо его родственники, либо знакомые или соседи. Как у вас тут живет в этой квартире? Ну, здесь 87 человек. 87 человек? То есть вы всплакивали, снимаете? Снимали. А хозяин знает? Хозяин, конечно, знает. Хозяин, мы с тобой договорились. Ага. Я сказал, что здесь свою, родная тура. Николай, вы давно в Россию приехали? Я давно. Где-то 20. Ты сюда год назад в Россию приехали? Да. Я был сначала в этой большой стойке, там стройками занимали. Мне тоже стройки кидали. Половину денег дал, половину не дал уже давно. Потому что у меня старший киргизский был. Рома называют. Он мне половину денег дал, половину все сразу в Киргызстан отправили. Нам остатки не даны. А кто сколько из вас в России? Вы сколько в России? Я? Да. Я в 2014 году приехала сюда. У вас родня тоже там осталась? Да. А кто у вас там? Там дочка. Дочка? А сколько дочки? В 9 класс учится. Редко видитесь? Да, она недавно приехала и отправила домой. Почему? Ну, здесь научилась там, учится же она. А потом сюда приедет тоже? Я не знаю пока. Пока не знаю. Год работаем или полгод работаем здесь. И сразу домой, где-то 2-3 месяца отдыхаем, и я обратно сюда. А пока вы там, вас здесь кто-то заменяет? Да, вот мы работаем, да, в свое место, мы человек поставим, да, в свое знакомое. Он продолжает работу, и спокойно уезжаем домой. В магазине Гюрвщик его работал. Сюда пришел, он здесь, надо 6 человек был, у меня родственник, все там, это здесь, работу искали. Я сказал, ну ладно, вот такая работа есть. Если согласен, мы там будут двои, я старший был. Ну и все согласен не было. Сначала уровень все убирает. Сначала урны убирают. Да, мусор большой, мусор собирает и начинает подметать мелкие. Вот так же, да. Вы идете, смотрите, где чисто, где? Я сейчас сначала людей смотрю, все территории есть. Вот это дворник, и эта территория. А у меня сейчас одного дворника нету. Такое время не 7. Может, 7 часов придет. То есть будете звонить, искать? Ну, сейчас если 15-20 минут, и ждем. Русских дворников нету? Русские два или три дня работали, и все, он не хочет работать. Потому что здесь работа, когда зима, тяжелее будет. Русские просто не хотят работать? Ну, не хотят уже. Сейчас уже все у меня работают на месте. Все в порядке? Ну да, они работают. Сейчас уже мусор убирают, потом подметают. До 9 закончили, начинаем курс. Сколько вы зарабатываете сейчас? Я 30 тысяч. Сколько вы отправляете семье? 30 тысяч отправляю. А на что вы живете? А мне уже 35 зарплата. 5 тысяч я свое оставляю, 30 тысяч отправляю. Это много для Узбекистана? Ну да, нормально. Что на эти деньги вы делаете в Узбекистане? Дом строить? Я вот, я вот дом строил, у меня вот жена, говорит, попала. Еще сейчас мне вот аппарат, что надо деньги собирать, надо. На кого? Ну, жена, еще аппарат надо сделать. Пару лет назад жена Коли Рая попала под поезд. Серьезно травмировала ногу, сейчас ей нужна сложная и дорогая операция. Поэтому дома бригадир дворников Николай не был уже три года. Ездить в отпуск, говорит, дорого. Билеты на самолет туда-обратно, это его зарплата за месяц. Мы съездили в гости к его жене Рая сами и передали ей привет и подарок от мужа. Она живет в небольшом узбекском городе Кувай в Ферганской долине. Здесь самая высокая плотность населения в Средней Азии. Растет хлопок и фрукты. Вот Колин дом, вот его жены и родственники. У Коли 10 братьев и сестер. Сейчас Рая без мужа живет, у него родственники. Поэтому все приехали без мужа, чтобы удобно было иметь. А, чтобы им было удобно. Да, чтобы им было удобно. А, вы как вы, все понятно. Много мужчин у вас уезжают в Россию работать? Почти как сказать. Есть 30%, 25%. Уезжают. Кем у вас работают здесь в основном? Мужчины, женщины, где? Вот завод, макомольный завод есть большой. Макомольный завод, так. Хлопкозавод есть. Хлопкозавод есть. Нефтебаза есть. Нефтебаза. То есть работу можно найти? Конечно, нет. А зарплата какая средняя? Нас, вот допустим, не устраивают. Зарплата. Ну сколько у вас средняя зарплата? На долгий. Да? На доллары? Ну давайте на доллары, да. Ну вот допустим, 200-250. Долларов в месяц, да? Ну так это понятно, почему едут в Россию. Там в два раза больше зарплата. Вы когда-нибудь ездили на заработки в Россию? Я один раз ездил. Да, ездили. Почему больше не ездите? Не понравилось? Мне понравилось. Почему? Ну здесь лучше. При семье лучше. При семье лучше. Жене Коле помогает родням. Ее старший брат, мама и младший сын. Ему 15. Он ходит в школу, где раз в неделю занимается русским языком. Это обязательно в узбекских школах. Говорит на нем плохо, но все понимает. К нашему приезду они готовят плов. Там на Россию плов сделаете или? Редко. Редко? А ты умеешь делать? А что? Ты умеешь плов делать? Нет, вообще не умею. Это традиция. Плов готовят на неделе, по четвергам и воскресеньям, еще к приезду гостей и по праздникам. Тяжело без мужчины? Да, конечно тяжело. Ну я же инвалид не смогу, я сама ничего не делать не смогу. Ее и помощь надо. Без ее сыну ничего не могу. Вставать даже не могу без нее. А вы когда он в Россию уезжал, его нормально отпустили? Да, да. А он вам деньги часто отправляет? Ну да, казни мы сели. А много? Ну, 200, бусы. Телевит, долларов? Да. Вам хватает или мало? На это хватает. На еду, на эту кварплату, ну хватает. На эту операцию мне много надо, Катя. Вкусно? Есть свой узбекский магазин? А сейчас это да, посмотришь. Прямо специально для узбеков? Да, узбеки. А почему здесь очень много? Потому что узбеков... Ну там это все узбекские переправа продают. Лаваш тоже тандырский. Потому что здесь много живут людей, иммигрантов? Вот так вот. Как у вас быт устроен? Вы скидываетесь на продукты? Ну да, ребятами собираем продукты. Может быть 500 рублей, может быть 7 тысяч рублей собираем. Мы собираем, кто в квартире живет. Скинем деньги, потом покупаем. А сколько вы платите за аренду жилья? Для аренду там это 16 тысяч. В месяц? За месяц, или с коммунальностью. Это недорого? Это каждому тоже 3 тысячи раз кидает. Это уже двор дома старшего брата нашего героя. На солнце плюс 35, в тени чуть полегче. Здесь есть виноград, гранаты, груша. Все это нам показывают племянник Коли, Равшан. Пока у рая дома готовят плов. Равшан сам когда-то работал в России, но вернулся. Мне нравится вот эта машина. Я люблю девятки, вот по сферке. А почему у вас машины все белые? Потому что все любят белые машины. И еще здесь погода, жара же у нас. Если покупаешь другой свет, тебе будет очень тепло. Даже вот, например, черный, очень греет, да? Вы знаете об этом. Даже кондиционер не успеет теперь. В этом году было около 50 градусов жара. Летом? Выше 40 лет было. Куда мы сейчас едем? Сейчас мы в поле едем. А сколько вы можете за день заработать? В конце, вахтетеря, сколько? Бризонтеля. 110 килограмм она проверяет. 110 килограмм хлопка в день? Это рублей в тысячу получается. Тысяча рублей? А жарко же. Нет, нормально. Мы же привыкли. Это называется белое золото наше. Осень в Узбекистане, сезон сбора хлопка. Вдоль обочин, пока едешь по Ферганской долине, сплошные хлопковые поля. Сбор, работа тяжелая и трудоемкая. Все делается на жаре. Говорят, можно собирать и техникой, но качество сборки при этом сильно пострадает. Поэтому и делают вручную. Все, с кем мы встречались, рассказывали нам про женщину из Сандижанской области, которая за день собрала 400 килограммов хлопка. Из-за этого власти подарили ей автомобиль. Меня за мной жалкие 800 граммов белого золота. Угостили дыни, например. Даже никого? То есть это я вообще не заработала? Обижаете. Килограмм? Да ну, осуществите. Сама смотри. Он только коз. Девятнадцать. Они уже по-русски начали диктовать. Там он не хочет коз. Сам Рафшан с бором хлопка никогда не зарабатывал. Сейчас он повар в одном из кафе на местном рынке. Готовит в тандыре самсу. Говорит, его зарплата сейчас не уступает той, что он получал в России. И, конечно, он гостей тоже должен накормить. Магазин здесь не очень любят. Все покупают на рынке. Сейчас мы это примправо покупаем. Мы заработаем сейчас покупать. Нам придется с ним. Нам все перей. Зарада. У меня рука уже. Да, да, пахнет пловом. Вы, когда маленькие были, мечтали кем-то стать? Слушайте, растут дети. Я мечтаю быть космонавтом. Вы кем мечтали стать? Я это... Было у меня целое. И мне папа уже умер, уже все там. С кем уже остался, не знаю. А я что... Я школу закончил, и уже папа умер. И нужно было работать? Да, конечно. И то есть никаких там... Уже не думали. Никаких мечтаний о том, чтобы быть космонавтом? Да, ничего не думали. Уже я нацеледно работаю. Даже я раньше работал, я в консерватории в Узбекистане работал. А вот это нормально было. Работа много, но деньги мало. А это консерватория уже... Кризис, банкрот получал. Потом у меня уже работы нет. А консерваторию вы работали в Ташкенте? Нет. Нет? В нашей работе. В Вергоне? В Кувы. В Кувы? Там была консерватория? Да. Консерватория, там это как огурцы, помидорцы приготовили. У нас консерватория, это там, где музыку... Нет, нет. Нашему это дом культуры называется. А, все понятно. Да, у вас там консервы делают. Да, это дом культуры, музыканты, там... Вот такая называется. Смотри, консерватория в Узбекистане, они называют завод по производству консервов. Там первую, да. Ты понял? А там, где музыкой занимаются, дом культуры. А консерватория, там где консервы. Вы когда сюда в Россию приехали 20 лет назад, узнали русский? Я узнал мало. Я все русскими работал. У Узбеки или кто-то иностранный был. Они мне сказали, говори по-русски, говори по-русски, и потом начали учить. То есть вы учили язык только в процессе? Ну, да. А книжки, курсы? Я ничего не читал. Не знаю, дорогие или не точно, потому что я что, здесь работаю и дома отдыхаю. Никогда не бегаю там вот так. Я просто работаю и отдыхаю. Работаю, отдыхаю. Бегать туда-сюда нам это неудобно, потому что деньги заработать пришел. Надо это что-то... С руками вкусно? С руками, да? С ложками. Не все мы руками. Это как-то нужно особенно руку кладить. Вот, сейчас покажи. Вот так. Вот, как это-то. У меня ногти, мне кажется, мне весь рис под ногти забьет. Да. Можно я ложкой буду есть? Ложки кушать? Спасибо. И все в волк. Все пальцы в рот? Зеленый таз будешь? Зимания нет. Кругляться будет. Мне сказали, что нельзя класть лепешку вот так. Вот получается верхней стороной на стол, это грех. Нужно класть только вот так. Вот так, наверное. И в итоге Людмила говорит, что как в России к хлебу относятся? К хлеб бросают все время. Везде мусорокамри, везде хлеб. А вы как к хлебу относитесь? Нет, мы так не относимся. Мы и барань даем, и корову даем. А почему вы к нему так относитесь, уважительно? Потому что это же хлеб. Про это хлеба мы приехали сюда работать. Есть вот такое место. Вот такое место. В наше время тоже сказали, мама, это, папа. Учи, учи, учи. Вот погуляли, вот получился повар. Мог бы сейчас в офисе сидеть, в банке хотя бы можно было работать. Просто наше семя развалился, папа ушел в другую семью, а нам жить трудно осталось. Поэтому я бросил учить, начал работать. Пошел в Россию, вот приехал, начал. Дома лучше, да? Да, конечно. Ну, живем не богатые, не бедные. Правильно я живу? Ну, кто-то лучше нас живет, кто-то плохо нас. Сейчас у нас неплохо, я читаю. То, что надо есть, все. Машина есть, но правда не новая, но скоро новая тоже будет. Равшан вернулся из России семь лет назад, женился. Сейчас у него двое детей, сын и дочка. Жена работает в местной больнице медсестрой. А Равшан мечтает открыть свое кафе. Живут они вместе с его мамой в одном доме. Здесь так принято жить большими семьями. У дома две половины, большой двор и сад. Чтобы встретить нас и накормить самсой, Равшан специально брал выходной. Хотя обычно он не отдыхает. Подарок? 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 Подарок где будет? Подарок где? Подарок где? А куда мы едем сейчас? Куда мы едем сейчас? Кофе едем. На день рождения вашего друга? Ну. А друг откуда? В Багистан. Вот это тоже Багистан. Вы говорите, вы работаете, отдыхаете. Как вы отдыхаете? В кино ходите? А вот и сейчас интернет, все там, кино. В театр ходите? Да, да. С кем ходим? Я один. Жена там. Вы куда-то выезжаете отсюда из этого района? Ну, это, да, это мы вот, если вот выходной, субботу получают, можно там, это еще есть наши земляки, вот, в городе. Туда можно ездить. Ну, вредка ездить? Ну, вредка. В основном экономите? А он откуда приехал? В Багистане. Ну, вот семья здесь. Все гражданство есть. Ну, вот свою вот квартиру есть. Ну, свою машину есть. Остальные все друзья. Да, просто друзья, как-то вместе где-то жили, вместе где-то работали. Работали, как собрались. Да, вот это, у нас сплоченность, у нас дружная как-то это. Это не имеет значения, у меня есть и башкиры, и русские. Дружбу как-то мы очень высоко ценим. Особенно, когда тяжелые, трудные минуты. Вы не хотели гражданство российское оформить? Нет. Почему? Я что сказал, я люблю свою родину, Узбекистан. Нет, это что, вот, уже здесь последняя зима. Дома хочется сильно? Конечно. Как вы терпите? То есть, слушайте, вот вы приехали, в 20 лет терпите. А терпите? Мы вот и заработаем, и потом отпуска дают, ездили. Вот уже. Ну, это же всего лишь месяц в году. Это же какое терпение нужно иметь. А почему можно там это с это? А если вот терпеть, если не терпеть, и все, ты хоть банджа остается, если не терпишь, не работаешь, а кто у тебя вот кормит? Кто семья? Нашей стороной должна вот женщина кормить. Дети растет. Мужик так надо сделать. Нашей стороной. Ответственный мужик будет семья. А если он не захочет? Зачем не захочет? У меня здесь... Тоте нету помогать. Это... Мне надо... Невестка надо. Ну, помогать-то надо мне. То есть, через 4 года старшего сына будут точно жениться? Да, точно. Ему будет 24 года. Все, уже пора? Да. Уже пора. И у вас будет помощница? Да, у меня и помощница будет. А как будете ему жену искать? Сами? Да. А если у него это... Как это у вас называется? У нас это... Счастье. А на воде, да? Что? Нет. Счастье, любовь? Да, любовь. Да. А если у него любовь есть, ну, езди к ним. А если нет, ну, я сама исказываюсь им. Вы не устали от такой ответственности? Нет. Уже все. У меня там уже... Вот, помощник уже... Сын выросли уже. 19 лет. Я до этого заработал все там. Вот сейчас сын помогает. Быстро. Копим эти деньги и едем.